Мирсдорф, там можно нормально подрековать и меньшее там арты. От арты можно там спрятаться, наверное. Ну как ни странно, например, Малинов твоя любимая карта, потому что она открытая. Меня она нисколько не стесняет, я могу ездить и на Е100, и на Е4, и на Маус могу поездить в принципе, это от рук зависит больше всего. Карта Энск, потому что можно поехать в город, то есть я люблю карты те, которые делятся на несколько типов, то есть там где есть несколько поворотов событий, когда ты можешь поехать и в город, на зеленку, потому что на зеленке я предпочитаю вставать на артиллерии, ну на светлячке проехать по центру, а на чашике и на птшке ехать в город, так что я сама люблю карту. Допустим, Песчаная река, Химмельсдорф, ну и такие, либо закрытые карты, либо открытые. А вот те, которые сейчас начали делать, подобие города и зеленки рядом, такое как-то мне очень нравится. Ну я обожаю Эль Халуф, это самая лучшая карта, по-моему. Там артиллерия вообще нигде не достает, можно запулиться на горку, там вообще танковое рубилово все время самое. Еще могу сказать спасибо за то, что кусты поубирали все, это тоже супер просто, еще лучше стало. А еще, особенно когда по 5 арт восьмого уровня, это вообще танковое рубилово, ой какое, вообще обожаю. Такая карта раскрывается по полной. Да самая офигенная карта, это конечно Камарин. Просто там гейплей тащит, самая большая. Ее просто убрали, я не понимаю, почему ее убрали, я не пойму. Там самый лучший был, центр самый офигенный был. Налево-направо можно поехать, а вот этот тупорылый редшир оставили, вот я не понимаю. Вот Камарин тащил просто, на центр поехал, все расстрелял, все уничтожил и все так далее. Линия Зигфреда самая *** на самом деле. Универсальная карта под любой танк, абсолютно под любой класс. Поле есть, там можно там позалипать на какой-нибудь дебильной арте, но хотя я на ней не играю. Можно на светляке промчаться, чисто там, как нормальный пацан на своем тазике по району. Можно на ттшнике устроить дикий разнос в городе. Есть место, где можно от арта *** прятаться, вообще замечательная карта. Самая по-моему сбалансированная, такая удобная, приятная, довольно быстротечные на ней бои. Ну, самый прям, это был конечно хребет дракона, самая неговимая карта была. Но теперь на самом деле самая неговимая карта, это открытая карта, где кидают арта, где спрятаться, меньше где. Ну и не знаю, все остальные нормально. Там, допустим, три хода, слева, справа и прямо, и все. Я люблю карты, где побольше там, развитие событий есть, побольше куда-то поехать можно там. Где-то тесно в городе, поехал в поле, уехал там и так далее. Это Малиновка, потому что она очень открытая, и по началу боя, если ты играешь на ПТшке или тяжа, то ты встаешь около, ну, смотря с какой стороны, и ты встаешь около вот этих сарайчиков, и просто дикое стояло, вот и ждешь пока кто-нибудь куда-нибудь засветит. Ну, можно до конца боя постоять. Так что я Малинку не очень нравится. Это новые карты, потому что они непонятно о чем, и непонятно что с ними делать. Скорее всего, аэродром. Какая-то довольно новая карта, что-то не чувствуется на нем абсолютно никакого баланса. Какая-то наркоманская гора, которую надо было заминировать к чертям собачьим, чтобы по ней никто не ездил, никто не нервировал. Очень неудобно уничтожать кого-то на этой горе. Арта простреливает овердое место там. Два основных направления, третья для наркоманов только существует, центральная. Убрать ее к чертям собачьим. Пускай там самолеты летают. Ну, нелюбимая это Химмельсдорф, это потому что, ну, артиллерия логично нигде не достает. Просто я хочу получать побольше урона от артиллерии. Как-то там слишком мало неудобно. Ну, здесь не трудно догадаться с комарином. Бля, просто тупое стояло. Там с верхнего респалта респалнулся, просто там стоишь на этой горке тупоры и просто ждешь их всех. Если олены тупые, то они полет, скажешь, там через левый фланг полет или через правый, и все там подзрихают, бля, х**а накидывают. Там х**а сделать на это, бля, что там 150 ничьей в день на х**а ни х**а толку там нету. В реальной карте, что для всех танков было все нормально все. Примерно где-то можно открытое поле, где-то, например, укрытие какие-то, дома построенные. Ну и все такое. Для арты, что было тоже нормально. Ну, где было тоже связаться тоже от арты где-то. Умеренная карта, как была. Допустим, сидишь, играешь на том же Химмельсдорфе или, допустим, на Малиновке, и ты заскучал, ты подъезжаешь с красной полоски и ищешь там такие небольшие ворота, и ныряешь, допустим, на другую карту там, на Тихий берег там и так далее, и так далее, и так далее. Такие небольшие ворота, это было бы прикольно. Просто заскучал, неинтересно, или тебя зажали, ты раз так в ворота нырнул и на соседнюю карту там попал и помогаешь тебя там тучить. Самое веселье попадаешь в разгар вечеринки. Чтобы было, допустим, левая часть это, ну, чтобы смешалось все вместе, левая часть это, допустим, пустыня, правая часть это городская, а посерединке, допустим, что-то типа болота. Ну, только она очень-очень-очень большая. И по краям офигенные места для артиллерии. Не, либо Химки, полностью городская карта, либо Степи, полностью открытая карта. Свою идеальную карту вижу с двумя направлениями. Одно направление более такое извилистое для средних танков, ну, как вот сейчас у нас «Жемчужную реку» сделали. А другое направление прямое, там, для РПЦ, аж по центру, вот таких вот для нормальных пацанов, которые там на Маусе светят, там, не знаю, на арте, там, на арте в кустах стоят, стреляют без снайперского режима. Вот. А центр просто, чтобы был заминирован противотанковыми минами. Еще по направлению, по прямому, где РПЦ, чтобы летали бомбардировщики. Вот, это было бы вообще замечательно. Прям замечательное. Это, чтобы были, ну, чистое поле, само собой, чтобы и болото такое, ну, чтобы ехать было невозможно. И там были все время артиллерии восьмого уровня. Да, идеальная карта эта Камарин, там просто, бля, вот ее побольше бы увеличить ее, бля, сделать там по 50 танков с одной стороны, с другой стороны, сделать там по 20 арты из карты команды, сделать по 30 светляков, бля, и 50 Б, засунуть туда в 10-й ВТ-шке. И вот просто офигенно. Сделать можно еще немного, это, геймплей потемнее, можно сделать геймплей, и воду, и там, воды поменьше делать, что там вот возле этого, где это, как его центр, чтобы не было там воды, можно было там где-то ныкаться, и по 20, вот 20 арты там вообще, я говорю, 20 ляков, и вот десятых плевает их, 50 Б, вообще офигенно будет. Вот это, вот это, вот это, мечта моя туда попасть. Мы рождены, чтоб Лешек сделать пылью, преодолеть до нас твой роман, нам батька дал картошку и зергилью, а вместо жопы пламенный мотор. Все выше, и выше, и выше, взлетают у нас пердаки, И в каждом подрыве мы слышим, какие же все мудаки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok